Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Центробанк сообщает, что вклады населения в российских банках в 2014 году номинально выросли на 9,4%, а с исключением влияния изменения валютного курса снизились на 2,5%. Темп прироста клиентских средств за 2014 год составил в целом 25,5%, в первую очередь за счет роста на 56,9% депозитов юридических лиц. С исключением влияния обесценивания рубля прирост этого источника фондирования составил 24%. Совокупная доналоговая прибыль российских банков в 2014 году снизилась на 40,7% до 589 млрд рублей. В прошлом году прибыль составила 993,6 млрд рублей. Основным фактором снижения прибыли в 2014 году стал прирост резервов банков на возможные потери, которые увеличились с начала года на 1,203 млрд рублей или на 42,2%. Очередной рост тарифов по ОСАГО должен произойти к апрелю этого года. Страховщики просят Центробанк хотя бы о минимальном повышении на 20-30%, в то время как реальный рост, по их мнению, должен быть в 2, а то и в 3 раза больше. В противном случае из-за увеличения выплат по жизни и падения цен на нефть ОСАГО окончательно потеряет свою рентабельность. Стесняюсь спросить, а почему страховщики хотят цены на ОСАГО поднять? Не потому ли, что не умеют нормально работать и чуть ли не треть выплат идет в судебном порядке? В Арабских Эмиратах ожидается падение туристического потока из России. В условиях финансовой нестабильности прогнозируется 40% сокращение. Правда, это касается бюджетных туристов, а премиум-класс, скорее всего, не будет затронут. По информации целого ряда независимых исследований, Россия по-прежнему лидирует среди генераторов туриндустрии Эмиратов, занимая место на равных с Великобританией, Соединенными Штатами и Германией. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1624 пункта. Среди лидеров роста – Мичел, Эон Россия, Интеррао, Мегафон и Русгидро. Аутсайдеры – Полюс Золото, Алроса, Магнит и Акрон. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. В ожидании итогов заседаний Европейского Центробанка европейские и американские площадки закрылись в зоне. Ведущие индексы АТР сегодня утром также преимущественно росли. Котировки нефти остаются у отметки 49 долларов за баррель. Курс доллара на 22 января с 65 рублей 55 копеек, курс евро – 75 рублей 82 копейки. Золото стоит 2735 рублей за грамм, серебро стоит 37 рублей 52 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 48 долларов 97 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.